приветствую друзья с вами канал про такси и сейчас я поговорю опять о бойкоте это такая хайповая тема что на ней оттоптались не только youtube каналы таксистов такса блогеров но и федеральные средства массовой информации видел я тут сюжет по каналу москва 24 вроде бы где выступал мих-мих весту выступал андрей кудинов выступал такси тудэй никита штых и собственно корреспондент этой самой москва 24 они обсуждали горячо спорили удался бойкот или не удался сложно сказать удался он или нет потому что по твери например я как честно поддерживающий бойкотирующих как минимум в дневное время катался в качестве пассажира не заметил абсолютно никакой разницы между стандартными ценами в это время дня и в этот день недели и ценами в дни бойкота ну то есть машина подавалась также за две минуты и в общем то ощущение что в твери никто этот бойкот не поддержал причина по которым этот бойкот на мой взгляд не поддержала большинство заключаются в том что многие арендники многие приезжие многие приезжие на арендованных тачках им нужно кормить семью и поддержать бойкот это значит автоматически голодать трудно убедить людей в том что нужно затянуть пояса многим затягивать некуда ремешок уже давно прилип к позвоночнику и осуждать их за это невозможно мало того мне в комментариях начали писать некоторые представители национальных меньшинств по-другому я этих людей назвать не могу некий вот мухаммед алей мусаев написал эй пид прас твои же работает гандон бляд не нравится не работай сложно с ним не согласиться не нравится не работай но вот такие вот суждения гандон бляд пид прас я не знаю насколько хорошо этот человек знает русский язык скорее всего с русским языком у него проблемы но он слишком агрессивен и вот как раз таких то надо нахер гнать из страны я и написал ему что вот тебя точно надо депортировать нахуй чтобы пасть свою вонючую не раскрывал лишний раз мухаммед если ты меня смотришь а ты наверное смотришь раз ты пишешь комментарии и объясняю вот из-за таких как ты всех приезжих и гребут под одну гребенку и всех считают агрессивным быдлом прям стадом агрессивным который нападает на людей почем зря откуда ты знаешь работу я и не работаю нравится мне или не нравится не тебе об этом судить тем не менее возьмем митинг в питере такси прикол тут интересно если вы не подписаны на этот канал подпишитесь на самом деле диман дельные вещи говорит он пишет что взбешенный тарифами комиссии агрегаторов таксисты устроили бойкот и впервые согласовали митинг 3 декабря в петербурге но есть нюанс организаторы протеста привлекали на свою сторону в том числе таксистов из азии но не обязательно из азии понятно о ком идет речь о приезжих которые из своих республик приехали сюда на заработки потому что там дела обстоят еще хуже так вот эти самые организаторы этого митинга несмотря на то что в проекте резолюции очень аккуратно так обходя острые углы был написан 10 пункт ужесточить контроль за соблюдением трудового миграционного законодательства на рынке таксомоторных перевозок а в требованиях которые они выдвигали было написано помимо всего прочего провести тотальные проверки лиц осуществляющих деятельность такси на предмет законности привлечения к работе такси иностранных граждан митингующие которые призвали в свои ряды мигрантов приезжих иностранцев назовем их так хотя это бывшие наши соотечественники умудрились их же на этом митинге и от вот как как это расценивать вы призвали поддержать бойкот иностранцев иностранцы поддержали бойкот и вы на этом же самом митинге выступили с жесточайшей критикой но нет у нас в такси евреев практически нет обычно евреев винят во всех бедах но евреев тут не было и поэтому все накинулись на таджиков узбеков киргизов и так далее и звучали лозунги что нахер из страны но с таким подходом очень трудно рассчитывать на взаимопонимание далее чем же еще обернулся этот самый бойкот да кстати вот свои люди в такси опубликовали что митинг таксистов в санкт-петербурге и поскольку там звучали националистические лозунги то в комментариях естественно пишут что в питере идет митинг против нерусских требует запретить иностранцам работать в такси почему вы русский народ нацисты у меня в узбекистане никто не скажет что ты русский или невец вот тут я с тобой шермат халимов не соглашусь я сам с узбекистана и я помню как нас русских оттуда выгоняли так что давай-ка сиди-ка молчи но в целом я тебя понимаю тебя призвали на бойкот и на этом же бойкоте тебя обосрали дальше русаки настолько пропитые что митингуют против нерусских чтобы работать в компании где их директор армянин директор контакт давно не армянин так что еще пишут до митинг против чего в комментах один срач между русскими и нерусскими просто кому-то выгодно разжечь межнациональную рознь ребят хорошее начинание то есть вы хотели получить яндекс дать выставлять тарифы перевозчикам водителям и так далее хорошее начинание опять обосрали но потому что вы пригласили людей которых там же и начали прессовать союз таксистов представитель которого андрей кудинов достаточно хреново выступил на этом самом канале москва 24 но очень бледно реально вот все остальные были напористы оперировали фактами с такой экспрессе выступали кудинов бледно смотрелся зачем какая была цель залезть в телевизор но залез молодец дальше что ты почитай комментарии под этим самым роликом как тебя восприняли с экрана я например не понял что хотел сказать но тем не менее союз таксистов а были опубликовал интересную информацию значит по материалам известий в госдуме вмешались ситуацию с бойкотом таксистов член комитета госдумы по транспорту и строительству александр васильев направил запросы в генеральную прокуратуру фсб мвд с просьбой проверить деятельность организаторов забастовок таксистов а в ряде регионов россии копии писем имеются в распоряжении известий в своем обращении он сообщает о жалобах со стороны таксистов которые принуждают присоединиться к участию в акции протеста бойкот 2019 возможно указанные практики содержат себе признаки преступлений по ряду статей 159 127 и 212 укрф соответственно мошенничество незаконное лишение свободы и хулиганство хулиганство я могу понять потому что но угрожали некоторым водителям я не знаю как вели себя водители которым угрожали но ты приехал тебе объяснили что бойкот ну сказал ну хорошо да парни я вас не поддерживаю там мне надо работать я хочу кормить семью либо но я поддерживаю хорошо как бы до свидания до свидания разъехались чё надо было говорить чтобы довести до угроз ну не знаю дальше незаконное лишение свободы сомнительно сомнительно потому что но никого и лишь и свободы не лишали ты мог уехать совершенно спокойно вот закрыл дверь перепалка закончилась на этом ты поехал вот на капот как я понял никто никому не кидался ну и наконец 159 укрф мошенничество это вообще-то хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребление доверием какое имущество и чье имущество здесь было похищено также в чем обман или злоупотребление доверием не понятно но поскольку статьи достаточно громкие я понимаю что этот товарищ васильев как его там по имени-то александр на васильев решил натянуть сову на глобус то есть все-таки сами митингующие умудрились подтянуть под этот бойкот националистическую составляющую а теперь госдума под это дело подведет еще и политическую составляющую плюс уголовную таким образом мы имеем что бойкот тупо погасили своими силами теперь вот силами фсб мвд и генеральной прокуратуры фсб федеральной службы безопасности которая вообще-то должна террористов отлавливать в метро в автобусах жилых домах и так далее вместо этого она занимается таксистами реально таксистов решили представить как некая сила экстремистски настроенная и что делать как поступили мы у нас есть такой игорь петров в твери он здесь занимался организацией этого самого бойкота он остался не понят большинством местных водил которые продолжили катать агрегатора ничего не поделаешь ну хотят люди кушать хотят но решили пойти более мы умным путем например обратиться в приемную президента и он туда сходил и осветил определенные проблемы такси и был услышан и обещали помочь для чего ждут от нас обращение в котором мы укажем конкретно какие вопросы у нас вызывают вопросы простите за автавтологию каким законом каким статьям каких законов противоречить деятельность того же индекс такси или таксопарков под ключа шик или непосредственно самих водителей которые не имеют права работать в такси опять же в силу законодательного запрета и посмотрим что ответит у нас в приемной президента теперь обращаясь тем кто хочет поддержать бойкот мысленно но не поддержал его из-за того что хочет кушать на ребят рецепт простой и кстати в одном из роликов дима-то такси прикол об этом говорил не хотите катать яндекс бегите к другому агрегатору который есть здесь бегите в местные службы вот но если вы будете брать достаточно крупные службы такси или крупных агрегаторов помимо яндекса то вы однозначно организуете им вывоз ну да придется денек потерпеть но максимум 2 и пассажиры смекнут что вызывать яндекс бессмысленно цена высокая в силу перекошенного соотношения спроса и предложения а например сити мобил гет максим везет чё там у вас еще есть вдруг предлагают хороший вывоз быструю подачу машины естественно пассажиры туда уйдут и не надо думать что какая-то там рекламная компания нужна для конкурирующего агрегатора или конкурирующей фирмы да не нужна вот сейчас вы заходите вот вы пассажир у вас есть приложение яндекс такси не приезжает к вам машина но ушли оттуда водители они работают в других службах у яндекса не вывоз что сделаете если вы пассажир вы зайдете в play market наберете слово такси и помимо яндекс такси вам вывалится еще десяток такси которые вы можете также установить приложение на свой смартфон и вызвать и пассажиры именно так и делают и поэтому хотите наказать яндекс катайте других яндекс вынужден будет поднять цены для того чтобы к нему потекли водитель или назначить доплаты ну переметнетесь обратно в яндекс тогда цены будет вынужден поднять там конкурирующий агрегатор таким образом можно воспитывать агрегатора банально качуя от одного другому благо это легко чтобы бойкотировать яндекс не нужно выходить на площади абсолютно этого не надо вы можете остаться дома поехать на рыбалку включить другой агрегатор я не знаю подработать в этот день два три в каком-нибудь автосервисе грузчиком да и абсолютно не важно не нужно привлекать внимание к себе или группе лиц потому что помимо внимания агрегатора вы привлечете внимание правоохранительных органов зачем вам это надо работайте спокойно в других областях в других отраслях в других агрегаторов делов то вот как это делаю я я по яндексу я же периодически почву скриншоты я по яндексу вот недавно я ролик даже пилил делал сделал 11 заказов за сутки 11 заказов это по делам да по кнопке домой три заказа остальное то что там попадалось значит просто в течение дня я куда-то ехал безо всяких там кнопок домой по делам включил таксометр есть у меня пара свободных часов подработал вот и все я не катаю яндекс по 30 по 40 по 70 заказов в надежде на то что я набью нужное количество коротышей и мне еще за это доплатят доплата это как раз зло из-за этих доплат и получилось что раскатали агрегатора сами пассажиры привыкли ездить за копейки и перегнуть ситуацию сейчас очень сложно очень сложно но если будут привлекать внимание к себе таксисты то вместо того чтобы заняться проблемами такси начнут заниматься проблемами агрегаторов такси и будут отлавливать вот эти сборища митинги оформлять какие-нибудь протоколы отбирать права как у нас в России по беспределу могут все что угодно с вами сделать лишить вас водительского удостоверения через суд и апелляция вам не поможет придется в кассационную уже инстанции обращаться для того чтобы вернуть водительское удостоверение многие ли на это готовы пойти до единицы то есть бойкотировать нужно с умом а собираться где-то попить пиво там попить не знаю лимонад кофе поговорить на камеру очередного блогера который приехал на вашу забастовку ну это конечно здорово но только для блогера потому что хайп потому что просмотры деньги капают в общем всем здорово кроме тех кто был вовлечен на этом у меня все не дайте себя втянуть в качестве пушечного мяса в какую-то передрягу хотите бойкотировать бойкотируйте с умом ну просто не включайте этого агрегатора и все если все дружно не включат этого агрегатора а включат другого другой просто офигеет от того сколько у него сегодня водителей но у вас же у многих по несколько таксичных программ что мешает мне включать яндекс не включайте вынужден будет яндекс поднять цены вот тогда и включитесь до встречи яндекс я катал всю ночь по полтиннику всю дрочь утром денег нет на план я обклеенный еблан они до встречи вам что вот мы проще г вы проводите х эконом Продолжение следует...